Для всех ребят и учителей из первой школы понятие дружбы, взаимопомощи, поддержки – не пустые слова. Дети и взрослые дорожат своими отношениями и всячески стараются их сохранить. Я называю друзьями тех, кто может поддержать в какой-то сложный момент, те, которые могут помочь и с которыми можно просто весело провести время. У меня лучшая подруга Полина Медяникаса сидит, она со мной. Мы с ней дружим с садиком очень давно. Сидим мы с ней, наверное, с третьего класса, она мне нравится, потому что она добрая, всегда может поддержать меня. В четвертом А сложилось несколько таких дружеских тандемов одноклассников. Данил Яровой и Дима Горобенко помогают и поддерживают друг друга во всем. Ребята проводят много времени вместе и вне школы. У меня много друзей, они у меня и на тэквондо, и в школе, и на улице. Они могут мне помочь в любую минуту. На предложение сотрудников историко-культурного центра принять участие в записи очередного выпуска проекта «Стихи живут повсюду» четвероклассники откликнулись с радостью. Для выступления юным чтецам подобрали очень душевное стихотворение поэта-романтика Павла Когана «Мой приятель, мой дружище». Мой приятель, мой дружище, мой товарищ дорогой, ты видал ли эти тысячи синих звезд над головой? Ты видал, как не погодят осень, ветер и вода? Как легко они уходят, эти легкие года. Как легкие они в полете, как взволнован их полет, Как тепло мы их проводим с теплым словом до ворот. Мы проводим их, но если грустью вымочить глаза, А потом другие песни и другие небеса. А потом мы станем строги на словах и на друзей, На взволнованные строки и при выборе путей. Только знаю, коль придется снова увидать друзей, Вновь в глазах твоих зажжется радость этих теплых дней. Снова руки мне протянешь, снова скажешь, Дорогой, ты такой же, ты не вянешь, не поникнул головой. Снова этот ветер свищет над тобой и надо мной. Так ведь будет, мой дружище, мой товарищ дорогой. Прочитав лирические строки, ребята вернулись к своей привычной учебе. Но в душе каждого юного героя, у кого есть настоящие друзья, Еще долго будут храниться те теплые чувства, что хотел донести поэт. Стихи о единении, о легких годах юношеской дружбы, Которую поэты-фронтовики пронесли сквозь тяготы войны, Сквозь непростое мирное время, Не утратив ни веры в друга, ни веры в отечество. И это побуждает нас сегодня задуматься о своем месте в жизни. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.